Думская ТВ Мы можем видеть из тех официальных встреч, которые бывают, которая была одна в этом году. А вот что уже успело произойти между этими странами, между нашей и Францией, будем говорить с нашим гостем, французские журналисты, у нас в гостях. Рубин Лансенгер. Лансбергер. Да. Окей. Здравствуйте. Здравствуйте. Алло. Бонжо. Вот сейчас в Украине, вот прямо сейчас, три дня назад стартовали такие митинги у стен Верховной Рады. Совсем недавно, прямо вот во Франции из-за реформы Трудового Кодекса вышло около 40 тысяч человек на улице. Что является причиной выхода большого количества людей на улицы Франции? На улице, не очень человек. Не очень. Окей, я понимаю, что это вопрос? Мало или less. Окей. И сейчас в Украине, рядом с нашей Радой, в Киеве. Я думал, что в Парисе. Извините. Окей, в Парисе. Но в Парисе тоже много людей. Мало очень людей. Почему мало? Почему мало? У них была проблема с мобилизацией как раз тех сторонников Макрона. И в Франции мы used to people in the street to ask for more social and more money. It's common. То есть люди иногда... Can you please repeat? Yeah. People go in the street more to ask for keep their right and more money. They don't ask a change of president or a change of law. Они не хотят смены правительства. Они больше хотят поддержать какие-то свои права, либо обязанности какие-то, но не за какие-то формы. Если говорить об отношениях Франции и Украины, но есть... If you speak about relations with Ukraine and... I'm not sure I can answer too old, but... Есть такое мнение, что Франция устала от украинского кризиса. You know, friends, what is relations with Ukraine and friends? At the level of the people or at the level of politics? В каком уровне? В политическом уровне или... In political? In political. It's very difficult for me to talk for the French government. No, очень сложно говорить ему со стороны все-таки правительства. Maybe, может, с стороны людей? But since I saw from what I saw, the French is supporting Ukraine, of course. Ну, да, есть же пресса, есть же реакция людей, есть какие-то публичные выступления, исходя из которых можно приблизительно делать какие-то выводы в целом настроения во Франции по отношению к Украине. Maybe you read about, you know, an impress something, or... No, the position of France is the respect of the international law, of course. Конечно, позиция Франции в том, чтобы поддерживать вот это право, да, иностранное право, поддерживает это. Формат, нормандский формат. Как... Norman Format. Какую роль сейчас принимает Макрон, и что он намерен делать? Что он говорит по отношению к Украине? The former of Normandy, which was brought by François Hollande, the former president. I know that the same, the current president wants to keep on this kind of talk, in order to find agreement. Он продолжает, они продолжают вот этот формат, они продолжают переговоры и постоянно их ведут. When, for example, the president of Russia came to France, Например, когда президент России приехал во Францию, Emmanuel Macron was very clear about some tematics which are problematic for Europe and for France, including some human rights and including different situation, and he told him directly in front of him. Его речь была очень чистая, он четко сказал, он высказал четко свою позицию. Which position? Which? Какую позицию? For example, about the influence that some Russian media have in the French campaign. Например, вот ту позицию, которую принимали российские медиа, как раз к выборам во Франции. Or the right of the people who have the right for their sexuality. Или права людей разной сексуальной ориентации. Считает ли французское общество, что Россия нарушила международное право по части действий в Крыму и на Донбассе? Считает ли правительство Франции, что Россия нарушила международное право в отношении украинского Крыма и украинского Донбасса? Тогда давайте говорим про общество. Окей, он не может говорить. Основная позиция в том, что, конечно, Крым и Донбасс, они все-таки должны быть. Ну, в составе Украины. А что вообще француз? Что говорит о Украине? Он понимает, что здесь происходит? Вот как французы отзываются о Украине? То есть, они говорят, конечно, когда был Майдан, такая сильная фаза войны, они говорили об этом, но уже сейчас, после того, как это все завершилось, люди почти не говорят об Украине. Сейчас ситуация вообще в Европейском Союзе не самая лучшая. В Европейском Союзе сейчас ситуация не очень хорошая. Вы имеете в виду политику или экономику? Все вместе, да, экономическое и политическое. Какой план есть у Германии с Францией, возможно, совместный? Как удержится ли Европейский Союз? Макрон был один только во Франции. Вот среди всех кандидатов, которые должны были, ну, которые хотели победить в выборах, он как раз был таким проевропейским президентом, и, ну, противовес как раз и Ле Пен, которая хотела также победить. Ведь его не коммунисты, и вот сейчас он занимает, конечно, такую четкую проевропейскую позицию. То есть он за то, чтобы критиковать, но критиковать для того, чтобы изменения стали лучше и все... То есть он организовал какие-то конференции, на которых люди как раз могут выступать и могут говорить, ну, предлагать, возможно, что-то, чтобы как раз улучшить. И, конечно, он за какое-то сотрудничество между Ангелой Меркель и Европейским Союзом. Это само собой. Сотрудничество с Украиной предполагается, есть ли оно вообще двухстороннее? Он считает, что, конечно, должна быть какая-то кооперация. Конечно, вот особенно в бизнесе сейчас вот идет эта кооперация, да? Сейчас вот как раз изменения с биометрическим паспортом, которые есть. А рады во Франции украинцам, которые теперь свободно могут приезжать в эту страну? Только честно. Только честно, да. Что? Хорошо. Хорошо. После нашего режима с нами, сейчас французские люди, они рады увидеть украинцев. Я буду честен. Мы не замечаем. Но если туристы приезжают из Белоруссии, из Молдовы, из Руссии, из Украины, то они очень много тратят. Они, конечно же, рады тому, что приезжают как раз из наших стран, из Молдовы, из Белоруссии, из Украины, потому что они очень много тратят. У них имидж такая, просто, вот они приезжают в поток иммигрантов, не боитесь? Что касается украинцев? Из Украины? Из Украины, да. В Франции? Да. Я не знаю, если у нас много тратят. Там была иммиграция, и люди туда идут. Но ты имеешь в виду прошлого года, или 10 лет назад, или 20 лет назад? Прямо сейчас. Сейчас. Нет. Я не слышу или вижу, что есть большая масса иммигрантов в Франции. В Польше, может быть. В Эстонии. Может быть. Может быть. В годах. Так что? Украина и Франция мы делаем одинаково. Мы имеем одинаковую цивилизацию в конце. И мы тоже очень похожи. Многие иммигранты, которые приходят из Украины. Как бы это было проблем для Франции? Хорошо. Что жители Франции думают о жене вашего нового президента? Очень много об этом говорили, очень много писали. Она теперь очень известная женщина. Она, конечно же, очень красивая, очень милая женщина. То есть, критики никакой никто себе не позволяет. Вот только милая, красивая и все. Да. 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 Некоторые политики, которые не хотят, что Макрон, говорят о многих историях. Конечно, те, кто не хотели, чтобы выиграл Макрон, конечно, они распускают как таковые слухи. Что французов может привлекать в Украине, вот в частности, вас в Одессе? Какие французские люди... Украина? Окей. Как вы любите в Одессе и в Украине? О, я люблю. Или французские люди тоже? Да. У меня очень люблю Одесса. Это красивый город. Красивый город. Каждый год я приезжаю в Одессу, и я люблю Дерибасовска, конечно же, но также Аркадия по ночам, и также море, амбиент, рестораны, люди, магия этой страны, которая, исторически, была очень связана с Францией, потому что Дерибасовска, кардинал Доришелье. Да, конечно, ему очень нравится, он любит гулять, приезжает каждый год в Одессу. Ну вот, а что касается инвестиций прямых, готовы люди, готовы французы ли вкладывать сюда деньги? Не боятся ли? Окей. What's your opinion about can't French people invest some money in Ukraine? I know there used to be many investment before. Я знаю, что было много раньше инвестиций. Сейчас не так много. Except some people who maybe buy fly, apartment. Может быть, только те, которые покупают квартиры. But from what I read, last year after the Maidan, it was less and less company who invest. Но после Майдана это число, конечно же, упало. But Oshon is still here, and around Chernobyl also the consortium, many French companies also participate to this. И вот как раз, я так понимаю, что в Чернобыль, да? Вот они много вкладывали деньги людям. Возможно ли вступление Украины в Европейский Союз? Вообще, говорят ли об этом французы? Хоть когда-то такое звучало из уст французов, что вступление Украины в Европейский Союз? И возможно ли это в понимании нашего гостя? Как вы думаете, can Ukraine go to the European Union or enter the European Union? Maybe not now. Не сейчас, конечно. Maybe not now, but in the long term. Maybe people speak about it? Not really. It's not a big thematic about this. For example, there was a big debate 10 years ago when we talk about Turkey inside the Europe or not. 10 years ago у них были дебаты насчет Турции как раз. Быть ли в Европейском Союзе. And 15 years ago when Poland and Czechia came... Турция не сделала вообще ничего. Вообще просто. Ни одного условия не выполнила, в отличие от Украины. But, ok, but Turkish did not do, you know, some actions to enter European Union but Ukraine and how to do everything. I wouldn't be shocked to see Ukraine in the European Union but the question is how to make the division of the powers in the European Union and how to reform it for it to be better and bring happiness and good economy to the people and also be more democratic and less institutional. Repeat, please. I say European Union is good. Why not more members? But the question is it has to work it has to be practical. It has to be practical. And for example now UK will be out of the Union. Ok? Because Brexit. But many things that happen now can be bilateral. The good thing of European Union is that it makes multilateral many bilateral agreements. but you can make almost all the same agreement in bilateral. So, Ukraine in the European Union why not in the long term? But what is important is to make more bilateral Ukraine-Europe, Ukraine-France agreement to get closer to have less tax on the good and more people moving and more exchange. for cooperation between Ukraine and France and, hopefully, when Ukraine will be a member of the European Union. and, hopefully, with the latest news in this week. After the news we will be back to the studio. in this week. Thank you very much. Thank you.